Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Сегодня я хочу вам посоветовать школу IT-технологий Skill Factory, которая предлагает 6-месячный онлайн-курс для тех, кто хочет освоить язык программирования Python, не затратив при этом годы на обучение и стать востребованным спецом на рынке труда. К совершению курса вы уже будете готовы брать заказы на фрилансе и создавать собственные проекты. Новый набор на курс стартует ежемесячно. Переходите по ссылке в описании под этим видео. На сайте есть также полная программа курса. Всем рекомендую! А мы продолжаем уроки Python. В прошлом видео мы рассмотрели работу с функциями. Сегодня мы идем дальше и рассмотрим работу со списками более подробно. Вообще мы рассматривали списки поверхностно в втором видео про типы данных, но мы поверхностно по ним прошлись. Сейчас мы их очень подробно рассмотрим. Вообще одна из ключевых особенностей Python, благодаря которой он является таким популярным, это его простота. Особенно подкупает простота работы с различными структурами данных, то есть списками, кортежами, словарями и множествами. Во многих языках программирования есть аналогичная структура данных, которая называется массив. Список очень похож на массив, только в нем можно хранить объекты различных типов. Размер списка не статичен, его можно изменять. Список по своей природе является изменяемым типом данных. Давайте подробно поговорим про создание изменения и удаление списков для начала и про работу с его элементами. Создать список можно одним из способов. Первый способ это, он как мне кажется вообще максимально простой, то есть вы создаете квадратные скобки. И то есть у нас уже есть, если мы введем type, соответственно мы выведем, что тип данных переменной a это список, list, соответственно. Ну и конечно же можно создать его с помощью функции list. Делается это таким образом. Тоже мы для начала создадим его пустым. И давайте это также проверим. Только здесь введем переменную b и также мы получаем тип данных list. Конечно же вы сразу можете создавать список с заранее заданным набором данных. К примеру, можем числа, можем строки, можем что угодно в принципе. Что вам хочется, то вы можете сюда поместить. И можем это конечно же вывести. Давайте этим и займемся для того, чтобы вы сразу все видели, всю разницу. Соответственно мы вывели данный список. Что ж, выведите, попробуйте тоже, если у вас возникли какие-то проблемы, напишите об этом в комментарии. Если у вас возник какой-то вопрос, тоже напишите об этом в комментарии. Обязательно я или кто-то другой вам отметит. Давайте пойдем дальше. Если у вас уже есть список и вы хотите создать его копию, то можно воспользоваться следующим способом. То есть вы пишете название вашего списка, ставите двойные скобки и квадратные скобки, и внутри квадратных скобок вы пишете двоеточие. Соответственно вы получаете копию вашего списка. Сделать это также можно еще с помощью функции list. Это делается много проще. Соответственно вы просто прописываете название вашего списка и получаете тот же самый результат, но немного проще. Для начинающих такой способ запомнить. В случае, если вы выполните простое присваивание списка друг к другу, то переменной b будет присвоена ссылка на тот же элемент данных. Памяти, на который ссылается список a, а не копия списка a. Соответственно, если вы будете изменять список a, то и список b будет тоже меняться. Что ж, давайте рассмотрим как добавить элемент в список. На самом деле все очень просто. Делается это с помощью метода append. К примеру, пишется он таким образом. append. И вводим значение. К примеру, это будет 5. Выводим наш список. В конец списка добавилось число 5. Таким же образом мы можем сюда ввести любое другое значение. К примеру, что мы захотим написать, то мы в принципе можем ввести. Соответственно, мы добавили эту запись в конец нашего списка. Append метод, который добавляет элемент в конец списка. С этим разобрались. Далее, для удаления элемента из списка, в том случае, если вы знаете его значение, нужно использовать метод remove. При этом будет удалена первая ссылка на данный элемент. Давайте разберемся с этим. Используем данную функцию remove и удалим элемент со значением 3. Соответственно, все, тройки у нас уже здесь нет. Все очень просто. Обратите внимание, что мы удаляем элемент по его значению. Если необходимо удалить элемент по его индексу, нужно использовать команду del. Выглядит она таким образом. Del. Далее вы записываете название вашего списка. И далее номер по индексу. Сейчас я более подробно об этом расскажу. То есть, в данном случае мы удаляем четверку. Потому что тройка у нас уже удалена. То есть, для обращения к элементам списка у нас используются индексы, которые предоставляют номер элемента в списке. Обратите внимание, что счет индекса начинается с нуля. То есть, второй элемент будет иметь индекс единицу. Давайте для наглядности мы возьмем индекс 0 и у нас удалится единица. Ну, надеюсь, что с этим понятно. А для обращения к элементам с конца можно использовать отрицательные индексы, начиная с минус 1. То есть, здесь, если мы напишем минус 1, удалится последняя запись. Давайте увидим это. Что теперь у нас в списке нет строки webdeveloper.blog. То есть, у последнего элемента будет индекс минус 1, у предпоследнего минус 2 и так далее. Не помню, показывал я или нет, но на всякий случай повторюсь. Изменить значение элемента списка, зная его индекс, можно напрямую, обратившись к нему. И давайте это сделаем. У нулевого индекса, который у нас на данный момент, это единица, мы сделаем значение 200. Давайте попробуйте тоже у себя. И, как видите, мы сделали наши изменения. И очистить список можно просто заново его пронициализировав, так как будто вы его вновь создаете. Делается этот вот так же, как мы вначале его создавали. В данном случае у нас список будет пустым. А если мы хотим получить из списка некоторый подсписок в определенном диапазоне индексов, укажите начальный и конечный индекс в квадратных скобках, разделив их двоеточием. И в данном случае, допустим, вот мы захотим запринтить из списка с первого по третий индекс. В данном случае, так, мы тут наудаляли, у нас здесь будет 0, 1, 2. То есть у нас выведется двойка и четверка. Давайте это проверим. Соответственно, мы это сделали. Давайте вернемся к методам. Например, у нас есть два списка, и мы хотим их соединить. Давайте создадим новый для того, чтобы не путаться. 1, 2, 3, и у нас будет список B с значением 3, 4, 5. Мы хотим их соединить в один. Делается это просто с помощью функции Extend. И сюда вставляем название нашей функции. И далее можем это все запринтить легко. Давайте посмотрим, что теперь у нас список хранит. Ну, не суть, я здесь ввел две тройки. Но как это делается, я думаю, вы поняли. Далее перейдем к следующему методу. Это метод Insert. И мы можем вставить элемент в заданную позицию. К примеру, A у нас будет Insert. Здесь будет два параметра. Первый и второй. Первый аргумент — это индекс элемента, перед которым вставляется. А второй, соответственно, значение элемента. То есть теперь у нас данный список будет выглядеть немного по-другому. Начинаться он будет с 99. Далее перейдем к следующему методу. Метод pop. Далее метод pop. Он удаляет элемент с его индекса и возвращает, так скажем, его выводит в конце. То есть сейчас у нас будет print, список с названием A. Функция pop. И удалим двойку. Двойку удалим отсюда. Далее она у нас выведется. И выведется наш список уже без двойки. В принципе, просто. Далее метод clear. Он удалит все элементы из списка. Ну, давайте для наглядности мы это сделаем. Соответственно, список у нас будет пуст. Можем удалить метод pop, чтобы он у нас не выводился. И сейчас у нас просто пустой список. Для того, чтобы узнать индекс элемента, используется соответственный метод. Давайте его пропишем. Он называется индекс. И здесь вводим название и значение нашего элемента. Ну, и, к примеру, мы хотим узнать индекс числа 99. Мы его точнее должны запринтить, чтобы мы его увидели. Соответственно, мы выводим индекс нашего элемента. Еще есть возможность посчитать количество вхождения элемента в список. Делается это очень просто. Также вводим print. И данная функция называется count. И у нас здесь стройка повторяется. Давайте узнаем, сколько у нас. Здесь только нужно вставить название нашего списка и саму функцию. То есть два раза повторяется у нас стройка. Ну и что ж, давайте поговорим про простую сортировку. Делается это очень просто. Давайте это все мы удалим. И будем использовать сортировку assort. Давайте сделаем так. Мы удалим данный список B. И здесь введем их в хаотичном порядке. 78, 23, 45, 121, 54, 11, 3. К примеру, сейчас мы отсортировали их и выведем в порядке возрастания. Также мы можем и в порядке убывания. Для этого нам нужно отметить ключ reverse со значением true. И теперь у нас наш список будет начинаться с 121 и идти по убыванию. Функция reverse просто меняет порядок расположения элементов в списке на обратный. И давайте также рассмотрим списковое включение. Это является частью синтаксиса языка, которая предоставляет простой способ построения списков. Проще всего эту работу показать на примере. И допустим, мы будем создавать список целых чисел от 0 до n, где n мы будем предварительно задавать вручную. Делается это очень просто. У нас вот переменная n, которую мы создаем. Далее int, что означает, что мы будем использовать целые числа. И input. Функция input для ввода наших чисел. Далее переменная a, которая будет хранить у нас i in range. n это количество введенных нами чисел. Только range пишется через a, соответственно. Идем дальше и здесь выводим нашу переменную a. Что ж, давайте введем число 3. И у нас выведутся числа от 0 до 2, потому что счет в списках начинается с 0, не забывайте. Соответственно, такой ответ мы получили. В этом видео я еще не осветил перебор элементов. Для перебора можно использовать как цикл for, так и цикл while. Давайте это сделаем. К примеру, мы создадим переменную компании, companies. И здесь их введем. Это будет Apple, это будет Facebook. И это будет Google. Соответственно, мы можем их перебрать и вывести с помощью цикла for i in наш список comp. И далее здесь мы просто их вводим. Print i. И давайте посмотрим, что мы вывели. Соответственно, мы вывели все компании. Делается очень просто. И давайте покажу на примере с циклом while. Он не сильно отличается. Здесь у нас мы объявим переменную 0, переменную i со значением 0. Далее цикл while, где i будет меньше, чем длина нашего списка под названием comp. Len это... Давайте сейчас я покажу, как это все делается. Далее мы вводим print, comp. И здесь мы вводим номер нашего индекса с переменной i. И i у нас здесь будет прибавляться с присваиванием на 1. Здесь не забудьте поставить двоеточие. То есть для перебора с помощью функции len мы получаем длину списка. А затем с помощью счетчика i мы выводим по элементу, пока значение счетчика не станет равно длине нашего списка. Соответственно, можем вывести это и получим тот же самый результат. Ну, на самом деле, все очень просто. На этом это видео можно закончить. Смотрите следующее. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи. И пока.